Добрый вечер. Как правильно бить полицейского? Куда и чем? Ну, так, чтобы отоварить, но при этом тебе за это ничего не было, ну, чтобы в тюрьму не сесть. А как правильно стрелять в инспектора ДПС? Ну, при этом так, чтобы, в общем, тоже ничего не было, чтобы не сесть. Вот кто-нибудь может дать квалифицированные ответы? Да, конечно. Суд. Суд у нас блистательная вершина исполнительной власти. Простите, судебная власть, независимая полностью. Суд дает четкие совершенно ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. И вот сегодня, наконец-то, он блистательно рассказал о том, как именно надо бить полицейского. В качестве примера был использован, ну, мне, например, совершенно неизвестный, но тем не менее для кого-то значимый певец Витас. Я про него слышал только неприличные анекдоты. Я никогда не слышал, есть ли у него творчество и связано ли с этим что-нибудь. Но инфинити у него точно есть. Вы помните, как разворачивались события, когда Витас на своем инфинити катался в районе ВДНХ, сбил велосипедистку. В силу, собственно, невменяемости он попытался учинить массу неприятностей людям, принявшим участие в его задержании и обезвреживании. Когда приехала полиция, он еще ногой ударил полицейского. Сегодня в суде он был признан виновным. Он действительно бил полицейского. Это статья 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». За это дело полагается у нас до 13 лет. Витасу выписали штраф 100 тысяч рублей. Значит, из этого следует, что любой теперь может инспектора ДПС бить ногой. Это всего лишь штраф. Причем, как вы знаете, Витас, он не был, например, в КПЗ до суда. Он был под подпиской о невыезде, потому что никакой общественной опасности он не представлял. При этом в материальных делах потихонечку отсутствуют такие неприятности в поведении Витаса, как угроза оружием. Это статья 119 УК РФ. По этому поводу суд деликатно промолчал. По поводу Ольги Холодовой, которую он сбил на велосипеде, тоже на суде абсолютно никакого рассмотрения не было. При этом свидетели показали, что Витас еще и оскорблял представителя власти. Это 319 УК РФ. И в результате только штраф. Замечательно. Теперь Останкинский суд показал нам, согласно прайс-листу, как именно нужно общаться с инспектором ДПС. До этого момента все-таки была легкая иллюзия, что, конечно, ГАИ это самостоятельное подразделение, но вроде бы в взаимоотношениях гражданина и инспектора ГАИ должен присутствовать закон и какие-то нормативно-правовые акты. Нет, оказывается, прайс-лист. Вот полиция в целом коммерческая структура, ДПС уж и подавно коммерческая структура, поэтому, конечно, суд не стал противоречить фактам и решил, что в данном конкретном эпизоде правильнее всего, чтобы фигурировали не какие-то сроки, а привычные для понимания в том числе инспекторов ДПС суммы, в данном случае 100 тысяч, причем не в пользу мента, которому двинули ногой, а в пользу государства. Государство здесь оказывается главной потерпевшей. На этой коллизии государство заработало чистой прибыли 100 тысяч рублей на том, что оно разрешило впредь мочить гадов, простите, бить полицейских ногами при исполнении. Это можно. Что еще интересного у нас? Суд, какие еще прайс-листы? Ну, вспомните, у нас почем выстрелить в инспектора? 100 рублей, причем любому стрелку. Стреляющую свадьбу помните, когда ребята катались по Тверской, потом поехали уже к Кремлю, при этом две машины ДПС пытались как-то их догнать и выразумить. По свидетельским показаниям были произведены выстрелы в сторону полицейских и оштрафовали за бибиканье, за тонировку, ну и потихонечку, в общем, по столничку, ребят, с каждого из вас, там было 16 человек, поэтому по 100 рублей. Значит, стрелять в полицейского при исполнении — это штраф 100 рублей. А какая у нас статья 317 — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа? Знаете, вообще-то, в принципе, у нас смертная казнь в стране не отменена, на нее наложен мораторий. Но вот именно по 317 как раз вышка полагается. Там есть несколько вариантов. Срок лишения свободы, например, от 15 до 20, либо пожизненная, либо расстрел. Ну, на расстрел все-таки пока еще у нас есть бумажка, подписанная Ельцином, но тем не менее именно 317 подразумевает не 100 рублей за то, что ты стрелял в мента, а высший мир наказания. Ну, конечно, зависит от того, кто стрелял, как стрелял, где стрелял, и даже уже неважно, из чего стрелял. Хороший травматик, он ведь дверь-то машины насквозь пробивает. Травматический пистолет, он довольно мощное оружие. И именно поэтому бывает убийство по неосторожности, когда кто-то полагает, будто травматика, она недееспособна. Она очень дееспособна. Еще как дееспособна. Просто, к слову, для тех, кто в теме, у нас начальная скорость полета пули пистолета Макарова 315 метров в секунду. Продаваемый у нас в стране легально травматический пистолет итальянского производства под названием Инна имеет двукратное превышение этого параметра. У него начальная скорость полета пули 600 метров в секунду. С дистанции в полтора метра прошивает насквозь дверь автомобиля. Я проверял. Из своей собственной Инны по автомобилю. Ну, правда, не по-своему. Капот, кстати, тоже пробивает. Так вот, оказывается, стрелять в мента это не 317 и не вышка, это 100 рублей. Но это судебные решения, которые, согласно утвержденному прайс-листу, объясняют, кому и как можно стрелять. При этом у нас есть такой флюгерный, он же Лакмусовый Маркин. Это специальный генерал, который объясняет, что почем и где у нас правда, а где справедливость. Маркин сказал по поводу Витаса, что следствие объективно оценило содеянное, и популярность артиста ни в коей мере не повлияла на расследование дела и на суд. Что мы, конечно же, и увидели. Действительно, популярность Витаса, возможно, он популярен у ментов, она ни в коей мере не сказалась на решении судьи. А вот эта вот удивительная 318 статья, когда мента бьют, и выясняется, что это всего лишь стольник, она фигурирует еще в нескольких уголовных делах, тоже на слуху. Помните такого Максима Лузянина? Он тоже бил мента по данным следствия. И как и в случае с Витасом, доказано, что это так и было. И как и в случае с Витасом, он тоже пошел на сделку со следствием, что дало ему право рассчитывать на снижение срока и по максимуму получить всего лишь 2 трети. И он действительно получил всего 4,5 года реальной колонии общего режима. Но он был при этом пешеходом. И бил он не гаишника. То есть гаишника за стольник бить можно, а простого наземного мента бить нельзя. Причем Лузянин избрал чисто географически неудачную точку. Он этим занимался не на Красной площади, не на Тверской. Он этим занимался даже не на ВДНХ и не давил никаких велосипедисток. Он этим занимался на Болотной. А вот, например, Алексей Полихович, он задел ОМОНовца по руке и тоже получил по 318. Это до трех лет. В отношении него еще суда пока не было. Он просто сидит в КПЗ. Но он опасен для общества за то, что задел ОМОНовца по руке. Он даже не бил его ногой. Поэтому он сейчас содержится под стражей. А Денис Луцкевич, это тот человек, который ошеломил ОМОНовца, снял с него шлем и кидал с кусками асфальта. Он тоже сейчас находится в КПЗ. Причем в случае с Витасом серьезную роль сыграла хорошая характеристика с места работы. На работе Витаса знают как приличного человека. Так вот, Луцкевич тоже приличный человек. Его адвокат принес характеристику с места работы, что он тоже хороший. Но Луцкевич при этом все-таки претендует по 318 на серьезный срок, порядка 13 лет. И тоже содержится пока в тюрьме. Потому что он тоже опасен для общества, в отличие от Витаса. Из этого мы делаем вывод, что гаишника бить и стрелять может любой. За это никого ни в коем случае не посадят. И максимум, на что можно рассчитывать, это на штраф. А вот если ты пешеход, то в данном случае любого первого попавшегося мента ты бить не можешь. Причем, может быть, и попробовал бы, но где-нибудь, например, тайком один на один на ВДНХ. Увидел мента, ему в жбан бац, и может быть штраф, а может быть нет. Но, ну вот она, замечательная справедливость и прайс-лист новости. Никаких пробок в Москве нет и в принципе больше не будет. Ближайшие пробки могут появиться только в случае, если по недосмотру на выборах победит Навальный.